Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня столько у нас и Ханука, и Новомесяча и так далее. И еще сегодня день Йорцат великого человека Авраама Авейну. Великый Авраама Авейна, первый еврей в мире, основатель еврейского народа, сегодня его Йорцат. Вообще, сила этого дня очень большая, в нем соединяются два мощных канала. Праздник Хануки с его бесконечным потоком света, чудес и Новомесяч, и Рош Ходыш месяца ТВ. Начало и потенциал месяца. Пятая свеча, которая была, это олицетворение полной тьмы. А вчера мы зажгли уже в начале Рош Ходыш ТВ, мы зажигаем свечу шестую, сегодня зажигем седьмую, но все идет уже вверх. И поэтому есть Гулан. Вот в эти оставшиеся сегодня, особенно, дни, самое подходящее время, чтобы молиться у ханукальных свечей. Когда зажгутся свечи, исполняются многие желания. ТВ. Наступил месяц ТВ. Никого не слушайте о том, что это негативный месяц. Все в мире негативно, поскольку мы не разобрались, либо неправильно пользуемся. Не еврейская астрология говорит, что этот месяц управляет знаком Козерога. На самом деле, знак ТВ в еврейской астрологии – это Козленок «Гди». А числовое значение слова «Гди» – 17. И 17 совпадает со словом «Добро». Поэтому название месяца ТВ – это от слова «Тов» – «Добро». Поэтому искать в этом месяце надо только «Добро» и будет только «Добро». Еще одна черта Козерога. Мы празднуем Хануку еще два дня. Это продолжение энергии света идет, энергии чудес при переходе и дает нам возможность довести нашу связь со светом Хануки до максимальной энергии чудес и свершения. Раби Лури, Ари Великий, говорил, что чудо Хануки произошло, потому что снизу произошло пробуждение. То есть мы что-то сделали в этом мире. И вот тогда произошло пробуждение сверху. Поэтому сейчас, приближаясь к восьмой свече Хануки, это проявление полного света. И это очень хороший. «Я, Иосиф, жив ли еще мой отец» – знаменитые слова, которые есть в этой недельной главе. Был такой Фридрик Ницше, любимый философ нацистов, он написал однажды «Бог мертв». И он так гордился этим своим открытием, что попросил выбить это на своем надгробе. И вот выбили «Бог мертв. Ницше». И потом кто-то написал позже «Ницше мертв, Бог». И последние полтора-два столетия Бога не раз пытались похоронить. Однако слухи о его кончине, как всегда, были преувеличены. Мы живем в эпоху, когда уже люди начали открывать глаза. И каждый из нас верит либо в безбременную, не дай бог, картину Творца, что его нету и так далее. Или в том, что он есть и всем руководит. Все зависит от того, как смотреть на мир. Одни думают, что мир похож на потерявший управление какой-то корабль в водовороте. А другие – это грандиозная проверка нашей верности Богу и так далее. В слове «еврит» нет понятия «вера», потому что иудаизм – это не религия, основанная на вере вообще. Слово «эмуна» означает не веру, а верность. Верность поколениям прошлого. Мы выйдем от света того, который был дан на Синае, мы только уходим дальше. Мы верить должны тем, кто впереди, кто видели лучше. Когда стоит огромная толпа, говорит, что там, что там. Он говорит, я видел, а мы же не видели. Так хотя бы смотрите, присматривайтесь. Трудно хранить верность Богу, когда мир рушится прямо у тебя на глазах. Вот сегодня опять объявили о гибели восьми человек в секторе газа, о гибели командира Голландии и так далее. Хаос, произвол – очень трудно верить. И мы не вправе усомниться ни на минуту, что именно он наверху управляет всем спектаклем этим, из-за кулис. И уже очень скоро он откроется, он выйдет, и как пришли молнии. И вот с того момента, когда сыновья Якова пришли в Египет за хлебом, их как будто прислали вечно рог какой-то. То одно, то другое, то третье. Они спрашивали, почему Бог это делает с нами. Но как только прозвучали слова Ейосиф, все, картина стала на места, все стало ясно. Оказывается, вот так было. На все вопросы были получены исчерпывающие ответы. Моментально раскрылась цепь причин всех неприятностей, и там 20 лет, и все на свете. То же самое произойдет с нами в скором времени, когда весь мир услышит и воспримет сердцем два коротких слова. Я – Бог. И весь абсурд нашей жизни приобретет законченность, логичность. Мы поймем те вещи, которые не понимали. Каждый из нас увидит, что Небесный Оцет жив-здоров, чего и нам желает. Нам надо только видеть это и верить, и никого не слушать. Браховая цваха ходишь то в хорошей хануке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр!